Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Из потерпевшего виновники. Руководство супермаркета обвиняют Сиралы Налыбекова в умышленном уничтожении стеклянной двери. В результате несчастного случая Сиралы получил серьезные травмы. Соберем детей в школу вместе. В Карагандинской области стартовала ежегодная акция «Дорога в школу». Проводили в последний путь. Карагандинцы просились с видным общественным деятелем, почетным гражданином Карагандинской области Султаном Капаровичем Дусмагамбетовым. Осторожно двери! Карагандинец едва не погиб, ударившийся от стеклянную дверь магазина. От сильного удара в голову он потерял сознание. Позже был доставлен в больницу. По словам пострадавшего, руководство супермаркета отказывается отвечать за происшествия. О том, как карагандинцам приходится добиваться справедливости, расскажет Анель Шалкарбек. В тот день Сиралы Налыбеков пошел с супругой за покупками. На кассе им не хватило денег. Неспеша он направился к выходу, чтобы взять кошелек из машины. Сиралы, как и любой другой покупатель, привык, что входные автоматические двери реагируют сразу. Но дверь оказалась неисправной. Удар был настолько сильный, что разбитым стеклом мужчине срезало кожу на лбу и пробило вены на руке. Передо мной закрылась стеклянная автоматическая дверь. И там никакого знака предупреждающего или наклейки, надписи никакого не было. Я стукнулся в эту стеклянную дверь. И после того на некоторое время потерял сознание. Когда пришел уже в сознание, увидел, что много крови потерял. Жена в панике была. И проходящие мимо люди помогли там. Хлынувшие из рану кровь пытались остановить очевидцы. К счастью, среди них оказались медики. Через 40 минут подъехала скорая и отвезла мужчину в травмпункт, где пострадавшему наложили швы и поставили диагноз. Значит, ему обследование делал нейрохирург. У нас дежурный нейрохирург. Здесь же, постоянно он здесь. Находится круглосуточно. Сделали ему рентгенографию черепа. Эхо-энцефалограмму сделали. Потом, в последующем с тем, чтобы не пропустить, естественно, мы сделали компьютерную томограмму. Компьютерную томограмму особенности не выявлено. То есть кости черепа были без особенностей целые. Уживленную рану в этой области сделали первичную хирургическую обработку. Далее были даны рекомендации по лечению. Назначены лекарственные препараты. Больной был направлен на консультацию к невропатологу-травматологам. На приеме был осмотрен. Назначена рентгенография шейного отдела позвоночника с подозрением на шейный остеохондроз. И у больного диагностирована шейный остеохондроз. Стадия обострения назначена амбулаторное лечение. После случившегося жена пострадавшего ходила в магазин получить видео с камер наблюдения. Но была шокирована предоставленным материалом. По ее словам, видео было смонтировано. На записи якобы она выбегает из магазина, а за ней ее муж. Что этим хотела сказать начальство супермаркета, непонятно. Тогда ей предложили восстановить разбитую дверь. Семья Налыбековых воспитывает пятерых детей. Самому младшему ребенку один год. Прежде всего, данный случай – незапланированный расход денег, говорят они. К тому же, главе семьи сейчас не рекомендуется выходить на работу. Но больше всего женщина удивила равнодушное отношение администрации магазина. Они даже не узнали о состоянии пострадавшего. Я не думаю, что мой муж бежал к дверям. Я сама видела, как он шел медленно. Потому что в это время я с ним разговаривала по телефону. К тому же, как они сами говорят, этот супермаркет обслуживает миллионы людей. Так почему же они не могут обеспечить безопасными дверями своих потребителей? До сегодняшнего дня ни разу не приходили к нам, не узнавали, как у нас дела. Отвратительное отношение к потребителю. С их стороны, это непрофессионально и бесчеловечно. А что, если бы за мужем побежал ребенок, который никогда от него не отстает? В супермаркете комментировать ситуацию пока не готовы. Между тем, закон о защите прав потребителей гласит – магазин должен предоставить информацию о неработающих дверях. То есть, в супермаркете на тот момент были явные нарушения. Нефункционированные двери должны быть предоставляли наглядные, доступные информации для потребителя, что данная дверь не функционирует. То есть, если они эту информацию не предоставят, и, следовательно, отсюда у нас выходит причинение вреда здоровью, то здесь уже право потребителя на взыскание, возмещение морального, материального вреда, физического вреда здоровья. О чем сейчас и в дальнейшем после этого разбирательства будет в судебном порядке уже идти речь. То есть, право потребителя, это на взыскание, где-то 10 дней, если он будет на стационаре дома сидеть. То есть, это, естественно, заработная плата, которую он недополучит в результате отсиживания дома. Это, получается, возмещение физического вреда здоровью, морального вреда здоровью и затраты на лекарственные средства. Тем временем Сиралы стало хуже. Он повторно был доставлен в больницу на скорой помощи. Врачи говорят, что скальпированный лоб – полбеды. У мужчины могут быть серьезные осложнения. Теперь семья Налубековых намерена обратиться в суд. Они надеются, что там сделают справедливые выводы. Анэшел Корбек, Жак Сылык Нуртай, Александр Цирыкидзе, Первый Карагандинский. Моногорода Сарань, Шахтин, Сапаев не могли улучшить основные показатели экономического роста. Недоработки есть в каждой сфере – в промышленности, строительстве, привлечении, инвестиций и даже в торговле. Глава региона раскритиковал бездействующих Акимов и спящих чиновников. Подробности у Аи Мамрины. Что, я уехал, начали цены поднимать, что ли? Под меня не надо подстраивать. А надо, чтобы люди видели это каждый день. Тот уровень цен, который вы Акиму там пытаетесь рисовать. В рисовании красивых цен Аким области улечил чиновников Шахтинска. Также он предложил уволить руководителя медицинских учреждений города. Ведь за последние месяцы в Шахтинске зафиксированы пять случаев младенческой смертности. Настораживает и рост преступности среди несовершеннолетних. Кроме того, Нурмухамбет Абдебеков отметил, что в регионах постоянно повышаются цены на продукты питания. Он поручил чиновникам сдерживать цены на деле, а не ради отчета. Вместо того, чтобы в людей вселять уверенность, вы наоборот восстанавливаете людей против власти. Так не пойдет. Лучше под меня поднимайте, я уеду, снижайте. Или вообще ничего не трогайте, я приехал, после меня снижайте. Все наоборот делайте. Головотяпство. Так Нурмухамбет Абдебеков назвал деятельность Акима города Садпаев из-за грядущего неосвоения бюджетных средств в размере полутора миллиарда тенге. По словам главы региона, власти Садпаева в середине года затеяли реорганизацию. Зачем надо было, уже когда бой идет, начинать там реорганизацию среди структурных подразделений? Последствия же просчитывать надо. Взяли разделение, сделали, отдел жилищно-коммунального хозяйства, подсаживательского транспорта, автомобильных дорог и так далее, на отдельный ГУ, отдел строительства, отдел жилищно-коммунального хозяйства. Может быть это организационно и правильно, но делать это надо вовремя? И все же, несмотря на проблемы, область вышла на четвертое место по объему валового регионального продукта. Рост составил 0,8%. Промышленные предприятия области произвели продукции на 867,5 миллиардов тенге. Это на 37% больше, чем в прошлом году. Под темпом просто обрабатывающая промышленность в области опережает горнодобывающую отрасль. Индекс физического объема обрабатывающей промышленности 106,9%. В результате улучшилась структура экономики нашей области. Рост обеспечен за счет увеличения производства металлургической отрасли на 6,8%. Также наблюдается рост в производстве продуктов питания, фармацевтики, производстве резиновых и пластмассовых изделий, черной и цветной металлургии и машиностроении. С каждым годом в области появляются новые предприятия. Всего в текущем году в рамках карты индустриализации планируется реализовать около 250 проектов с сохранением порядка 7 тысяч действующих и созданием около 1 800 новых рабочих мест. Однако некоторые районы отстают и в этом. В региональном разрезе по итогам полугодия 9 регионов области не воспользовались инструментом субсидированной пациентной ставки. Это районы Абайский, Актагайский, Жанаркинский, Каркаролинский, Асакаровский, Оутаусский и Шетский и города Садпаев и Каражал. Инструментов гарантирования по кредитам воспользовались предприниматели только из пяти регионов области. Это Бухожравский район, Караганда, Тимиртау, Садпаев и Жасказган. В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур по области составит 752 тысячи гектаров. Глава региона призвал чиновников отнесись со всесерьезностью к предстоящему сбору урожая. Нерадивых он накажет лично. Нерадивых руководителей оттуда метлой мести. Аем Амрина, Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Султана Досмагамбетова проводили в последний путь. Родные, близкие, знакомые Акимобласти, даже те, кто не знал великого общественного деятеля, пришли на прощальную панихиду. Его друзья и бывшие студенты рассказали, каким был Султан Капарович. Григорий Презин впервые увидел Султана Капаровича в то время, когда был студентом. Досмагамбетов преподавал политическую экономику. Казалось бы, сухая наука, но студенты всегда посещали пары. Они были очарованы манерой преподавания и владением ораторского искусства. Султан Капарович умел доносить до студентов нужную и интересную информацию. «Яркая речь. Понимаете, трибун. Настоящий трибун. Оратор. Он так искренне, с душой это делал, что это просто очаровывало студентов. Мы все с удовольствием шли и внимательно слушали». Попрощаться с почетным гражданином области пришло много карагандинцев. Его коллеги и близкие рассказывали, каким добрым и отзывчивым был Султан Капарович. Выразить соболезнования семье Досмагамбетова приехал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. «Какие бы высокие посты он не занимал, он оставался скромным и доступным в общении человеком. Султан Капарович обрел счастье в личной жизни. Вместе с супругой Розой Балбатыровной они воспитали двух прекрасных детей. Равшан Султановну, нынешнего ректора медицинского университета, Ерлана Султановича, успешного бизнесмена. Он был прекрасным семьянидом, заботливым отцом и дедом». Проститься с Султаном Досмагамбетовым пришли руководство области, города, известные культурные и общественные деятели. Сотни людей были знакомы с Султаном Капаровичем. И для многих он стал учителем и наставником в жизни. Лариса Хусынова, Жахсулык Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандзинский. Уважаемые телезрители, впереди реклама. Не переключайтесь, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Традиционная акция «Дорога в школу» в текущем году проходит под девизом «Территория счастливого детства». Главная цель – оказание материальной помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-сиротам. Тему продолжит Асиль Сазамбаева. В управление образования пригласили детей из регионов Карагандинской области. Многодетные и малоимущие семьи получают школьные подарки. Это немаловажная помощь перед новым учебным годом. Ведь подготовить школьника не так просто. Надо потратить не один десяток тысяч тенге. Каждый родитель желает, чтобы ребенок не был обделен ни в одежде, ни в учебниках. Для этого и организовывают подобные акции. Благодаря нашим усилиям совместным и неравнодушным людям, которые живут в нашей Карагандинской области, в эти дни десятки детей получат школьные принадлежности. Для нас важно, чтобы для всех детей были созданы условия для полноценного обучения. В рамках партийного проекта, который у нас работает под названием «Счастливое детство», мы совместно работаем с неправительственными организациями, государственными органами для проведения специальных вот таких мероприятий, направленных на социальную адаптацию детей, для детей-сирок, многодетных семей. Сегодня на лицах школьников улыбки, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, много других принадлежностей. Все это в новых удобных ранцах. Кроме того, малышам подарили школьную форму и спортивные костюмы. Дети не скрывали своей радости. Теперь к первому сентября они готовы. Учиться плохо просто невозможно, говорят ученики. Я приехала из Цимиртау на акцию. Мне очень понравились подарки, которые мне подарили. Я очень рада и обещаю, что я буду очень хорошо учиться. И спасибо всем. До 25 августа новыми учебниками будут обеспечены все школы страны, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. Акция «Дорога в школу» действует до 30 сентября текущего года. Организована горячая линия при управлении образованием для оперативного реагирования на обращения граждан. На сегодняшний день принято 60 заявок на оказание помощи детям. Все желающие могут обращаться по телефону. От сердца Замбаева, Жексула Кнурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Один тренировочный день, одна спасенная жизнь. Во время проведения тренировок сотрудников специального отряда совместно с кинологической группой поступил тревожный звонок. Накануне вечером в Каракалинских горах потерялась женщина. Группа кинологов немедленно выехала на место. По приезду на место выяснилось, что женщина покинула туристическую стоянку в 6 часов вечера 28 июля и не вернулась. В поисках были задействованы 25 человек. Спустя 4,5 часа в одном из ущелья была обнаружена пенсионерка. Пострадавшая провела ночь на холодных камнях. На одном из иступов ее обнаружила кинолог Ольга Ушакбаева со своим верным помощником собакой Никой. В силу профессии я встречаю очень много разных людей. В разных ситуациях, нетипичных для обычного человека. То, как вела себя Катерина Матвеевна, я не знаю, такой пример бытового мужества. Человек, видимо, по возрасту, она 28 года рождения. В последнее время, абсолютное отсутствие паники, никакой суеты, трезво оценивается ситуация. То, что она смогла выжить эту ночь на этом скальнике, это полностью ее заслуга. То есть она приняла вечером с наступлением темноты, она приняла трезвое решение. Она правильно оценила свою опасность, свое положение. Все делала абсолютно правильно. И на момент нашего нахождения единственная, может, слабина там минутка, секунда, я бы даже сказала, когда она просто заплакала, обняла собаку, потом взяла себя в руки и все. И она там еще, у нее были силы, она над нами подшучила, над нами подтрунила, там как-то нас подгоняла, да, мы так ее все бережно-бережно, а человек с очень большим жизненным стержнем. Балхаше мужчины сорвали погоны с одного из полицейских и ударили другого. Представители правоохранительных органов пытались утихомирить дебоширов. В полицию Балхаша поступил звонок от сотрудников одной из зон отдыха. Им сообщили, что двое отдыхающих пьяные и нарушают общественный порядок. На место происшествия выехали два сотрудника. Прибыв в указанное место, стражи порядка попытались утихомирить отдыхающих. Однако пьяные мужчины вступили с полицейскими в словесную перепалку. При задержании один из нарушителей сорвал погоны сформенного омодирования сотрудника полиции. Второй, при водворении спецмашину, нанес удар второму полицейскому. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 380, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкции данной статьи предусматриваются наказание лишения свободы до двух лет, а при тяжких обстоятельствах до 10 лет. Компания Билайн запустила в Караганде мобильный интернет со скоростью 4G. Теперь абоненты Билайн могут смотреть онлайн любимые фильмы, слушать музыку и общаться с большим комфортом. Стоит отметить, что платить за высокоскоростной интернет клиенты компании будут так же, как и за 3G. На данный момент 4G запущено уже в 12 городах Казахстана. В планах компании максимально быстро покрыть основные областные центры и дать связи четвертого поколения Билайн статус национального. Компания Билайн Казахстан продолжает расширение покрытия сети 4G. Сегодня высокоскоростной интернет запустили сразу в пяти городах страны. Это Караганда, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Устанай и Павлодар. Руководство компании продемонстрировали преимущество сервиса 4G в онлайн конференции. Узнав о запуске 4G интернета, карагандинцы спешат поменять старые сим-карты на новые. Пенсионерка Валентина Родичева пришла в Билайн-центр специально для этого. Недавно она стала обладательницей нового смартфона. Теперь Валентина Николаевна намерена осваивать новое интернет-пространство и использовать все возможности нового гаджета с помощью связи четвертого поколения от Билайн. Качество хорошее, мне нравится, я так и буду продолжать пользоваться этой связью, менять не собираюсь. Меня устраивает выгодно, да. Немного у меня уходит денег. Да, я на пенсии уже четвертый год, связь доступная, в принципе, очень удобно для любого возраста. Сейчас количество абонентов, использующих 4G от Билайн, насчитывает около 40 тысяч человек. Услугами 4G пользуются в 12 городах страны. Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В ближайшее время связь четвертого поколения появится еще в четырех городах – Алматы, Актау, Атрау и Байконуре. Мы не меняем тарифную линейку. То есть клиенты, которые пользуются нашими дата-услугами, они могут пользоваться ими в новом стандарте без каких бы то ни было изменений. То есть это самые разные тарифные планы. Если мы говорим о дате тарифных планов, это от ежемесячного тарифа на 500 мегабайт за 450 тенге до возможности купить огромный объем 30 гигабайт в месяц за 27,999 на весь год. Для того, чтобы подключиться к высокоскоростному интернету, абонентам Билайн необходимо проверить, поддерживает ли сим-карта и устройство 4G. Для этого нужно набрать команды у звездочка 705-решетка. В ответ придется общение с подтверждением. Если сим-карта не поддерживает, то ее нужно заменить на U-SIM в офисах продаж Билайн. Мы будем рады тому, что у нас появилась возможность дарить людям высокие скорости, ожидаемые высокие скорости. Мы будем рады видеть наших абонентов, как существующих, так и новых, в лице пользователей сетей четвертого поколения 4G. Сейчас в Караганде насчитывается более 600 тысяч абонентов Билайн. Вскоре компания планирует запустить в продажу новые и недорогие смартфоны, которые будут доступны для всех категорий покупателей. А.М. Амрина, Исламбекуспан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Уважаемые телезрители, и это все, о чем успели рассказать журналисты 1-го Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok